И сердце, конечно же, имеется у всех, но чуть-чуть разное. Давайте не будем, это не очень принципиально. Есть там трубчатая, расширенная. Трубчатая – это у насекомых, а у пауков более плоская и у раков. Расположение сердца там чуть-чуть разное, тоже не очень принципиально для ЕГЭ, я считаю. Кровь называется гемолимфой. И как Вы думаете, откуда поступает кровь в сердце, в семечленостоноге? Вот такое можно было сделать. А там она же, поскольку умывает внутри полости, которая есть у них в лексоциде, она умывает органы и обратно через клетки собирается и приходит в сердце. Но всё-таки, конечно, да, она после органов придёт в сердце, но до этого эта кровь должна обязательно попасть в органы дыхания. Либо в жабры, либо в… Там есть ещё трахеи, например, у кого-то, и лёгочные мешки. То есть обязательно в органы дыхания кровь попадёт, чтобы стать красной. Поэтому она станет красной, а потом уже пойдёт в сердце. Поэтому в сердце всегда красная артериальная кровь у всех чернистоногих. И сердце, кстати, приподнято, оно находится на спинной стороне. В отличие от хордовых, у хордовых внизу сердце, на брюшной стороне. Сразу могу сказать вам. Вот это основное, что хочу. А какое-то количество есть гемоцианина в крови, который содержит медь. Поэтому кровь может быть такой чуть-чуть, иметь прозрачный оттенок фактически. Всё.